Ребят, здравствуйте. О чем мы сегодня поговорим, тоже короткий спонтанный эфир, но вот шел по улице, одно выражение услышал, я сейчас часто цеплял какие-то выражения на иврите, сразу думаю, как можно их объяснить, преподнести, стоит ли их преподносить, объяснять, а может быть стоит их объяснять вообще в комплексе с другими какими-то выражениями, поэтому, чтобы это было действительно как-то более эффективно. Я не думаю, что у вас сегодня много наберется, потому что время такое еще рабочее, тем не менее, те, кто позже подойдут, просмотрят эфир, записи, поговорить я хотел сегодня вкратце о слове поесть, поесть, есть, кушать, как наибридим у нас этот глагол будет звучать, съесть, поесть. Сам по себе этот глагол, он уже особенный в иврите. Почему? Он особен тем, что в будущем времени у него будет форма немного отличаться от его собратьев, ну или от глаголов, которые похожи, в общем-то, на его строение. Поэтому будущее время там меняется на гласный немного, я поем, то халь, мы поедим, но халь, съешь, поешь и так далее, будет уже то халь и так далее. То есть этот глагол уже стоит выучить только потому, что у него будущее время немного отличается от его обычной формы. Но в сленге, а мы будем говорить немного о сленге, я думаю, что многим это и так известно, тем, кто присутствует, тем не менее, в сленге можно есть не только еду, но и многое другое, многое несъедобное. Соответственно, если вы слышите, что кто-то ест или кто-то желает кому-то съесть что-то несъедобное, то, скорее всего, речь не идет о прямом переводе съесть, поесть, но хон, и мы не говорим о каннибализме сейчас. Поэтому есть три выражения, по крайней мере, которые мне пришли в голову и сразу можно ими поделиться, где мы в сленге используем слово «лехоль», именно «поесть». И у каждого из них разные происхождения, где-то это уже в народе появилось, где-то, в общем-то, пришло из мира наркотиков, я думаю, вы скоро поймете, о чем я говорю, ну и так далее. Первое выражение, сленговое выражение, используя слово «лехоль» – это «лехоль», это «рош», он «лехоль» – это «рош», «поедать голову». Кстати, когда они говорят на сленге именно с предлогом «эт», часто вы просто слышите приставку «та», «лехоль тарош», «поедать голову». А подразумевается, в общем-то, выносить мозг, вынести мозг, прожужжать мозги, как мы на русском говорим, да, там все мозги уже прожужжал. И на иврите также это будет звучать. То есть, ты мне съел всю голову, имеется в виду, все мозги прожужжал или вынес мозг, то есть, с какой-то темой или с чем-то там напоминая о чем-то, да. Короче, прожужжать мозги. Вот где вы в русском это используете, там же на иврите называют «лехоль тарош». Ну или чем-то грузить, да, долго и монотонно и так далее. Это тоже будет на иврите «лехоль тарош». Это у нас первое в списке такое сленговое выражение, где мы используем слово «лехоль». Второе – это словосочетание, точнее, будет уже «лехоль сэрет». А вот это уже пришло немного из наркоманского мира. Почему? Потому что «сэрет» на иврите – это, в общем-то, фильм, кино. И когда мы говорим «лехоль сэрет», в свое время подразумевалось «лир от сэрет», то есть, видеть кино, то есть, видеть всякие галлюцинации и так далее. И поэтому «лехоль сэрет» – это уже больше перешло в контекст, как на русском мы говорим «загоняться» по какому-то поводу. Как правило, это будет необоснованно, то есть, загоняться по какому-то поводу, переживать без причины какой-либо. То есть, «там лехоль сэрет» – это часто идет со словом «стам». Или я могу сказать «альто халь сэрет», «альто хли саратим». То есть, это может быть «сэрет саратим», это не обязательно будет единственного числа. Но подразумевается именно просто загоняться или испугаться без какого-либо повода. То есть, например, вы говорите «я уже испугался» или «я уже подумал, что я это где-то забыл, а это оказалось при мне». И навредить это будет так «кварахальти сэретше» и поехали. То есть, «кварахальти сэретше шахтидзабальзепо». То есть, загоняться или испугаться, или переживать, как правило, по необоснованным. То есть, необоснованным, без какого-либо повода. Поэтому часто можно это услышать именно в отрицательной форме. То есть, «не ешь фильмы». Это дословно будет так и звучать. «Альто халь саратим» или в женском роде «альто хли саратим». То есть, «зря не переживай» или «не загоняйся». Окей, не загоняйся. Хотя, «загоняться» в русском языке – это тоже уже, наверное, сленг. Окей? И это второе выражение. Третье выражение, используя слово «ле холь», и это «поедать сердце». Но не в том контексте, как мы можем подумать в русском языке. А именно «ле холь эт алейф». Или, опять же, сокращенно «ле холь талейф». То есть, «эт а» уходит, мы просто остаемся с произношения «та». Это сокращенно «эт а». Давайте мы это напишем. «Ле холь эт алейф». Кому-то известно это выражение? «Ле холь эт алейф». Кстати, его часто используют именно в повелительной форме «тухаль талейф», «тухли талейф». Давайте подождем ответов. Окей. Что подразумевает выражение «ле холь талейф»? «Свесть сердца». Оно подразумевает сожалеть о чем-то. А, как правило, о чем-то упущенном. Кусать локти. Я думаю, тоже иностранец не совсем поймет, зачем нужно кусать локти, если он не знает русский язык. Иди объясняй ему. Ну, смотри, кусать локти – это когда, в общем, ты имел возможность что-то сделать, но не сделал. Теперь ты сожалеешь, и он на вас смотрит. Ты такой, да, а мы кешар будем кусать локти. В общем, представьте то же самое. Поэтому «ле холи талейф» – это будет либо кусать локти, либо сожалеть. Ну, это и есть сожалеть о неизделанном. Или его используют еще в контексте, типа, сейчас молодые не поймут, а вот по старше поколение. Помните такое выражение «выкуси»? Вот типа «на тебе», то халь талейф. Вот, мук они не использовали или там не воспользовался, да, возможностью. То есть оно также используется на иврите. Поэтому можно и так, и так его использовать. Вот три вещи не очень съедобные, которые можно поедать. Что можно поедать? Помимо еды. «Ле холи талейф» – голову, то есть выносить в мозги. Или мозги. «Ле холи сэрэ» – загоняться по необоснованному поводу. Как правило, «Ле холи сэрэ» и «Ле холи талейф» – есть сердце, то есть кусать локти. Вот и все. Зэу. Так что имейте в виду, что съесть можно не только еду. Зэу. «Ишхамэзэшэм шэйлот» – перед тем, как мы закончим эфир. Да, эфир у нас короткий. Время такое. Сегодня столько много информации, если на полчаса закручивать, то у вас терпения не будет. Хватит. А, ну и вот что еще хотел сказать. Да, кстати, я вот тут готовлю такой, либо это будет вебинар, либо это будет уже двухдневный марафон, я еще точно не определился, насчет слов, значений которых нет. Вы врите. То есть есть в русском языке, но нет, вы врите. И это будет действительно такая классная, классная вебинар, там, где мы пройдемся. Вы удивитесь узнать, сколько выражений, просто вы врите нет. Приходится как-то выкручиваться, выверчиваться, чтобы заменить это по смыслу. Так что это будет интересный вебинар. Я дам, естественно, анонс. Так что поделитесь в сторис, все как всегда. И мы соберемся в общей группе, оттуда будем уже проводить встречу. Так что следите за анонсами и подписывайтесь, не пропускайте эфиры. Ставьте оповещения. Те, кто только сейчас присоединились, пересматривайте его в HDTV. Интересная тема, нужная тема, бытовая тема. Так что продолжайте быть с нами. Всего доброго. Bye-bye.